Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Дым без огня. Котельная теплоэнерго около 300 квадратных метров. Помещение атаковал густой черный дым. Цивилизованная торговля вместо шанхайского рынка. Специалисты управления муниципального контроля провели контрольное мероприятие на Пионерском проспекте. Жаркий матч в июльский зной. Анапчане обыграли команду из Геленджика со счетом 4-3. Сейчас обо всем подробнее. В котельной, принадлежащей предприятию теплоэнерго, утром начался пожар. Из окон здания повалил густой черный дым. Площадь задымления около 300 квадратных метров. Причины устанавливают. Предварительная причина возгорания – неисправность оборудования. Открытого огня в здании не было. Сильное задымление произошло от плавления теплоизоляционных материалов на трубах. Пожарные МЧС и пожарно-спасательный пост муниципальной службы спасения прибыли на место в 10 часов 50 минут. Локализовать пожар удалось в течение часа. В 11.55 пожарные провели проливку, чтобы избежать повторного возгорания. Для ликвидации пожара привлекли 8 единиц спецтехники. Напомним, общая площадь котельной – 800 квадратных метров. Возгорание охватило почти 300 квадратных метров. Специалисты управления муниципального контроля провели очередное контрольное мероприятие. На Пионерском проспекте проверили соблюдение правил торговли и законность оказания услуг отдыхающим. За полчаса специалисты составили более 10 протоколов о нарушениях. И это не окончательные результаты ежедневных проверок. Одна из самых распространенных проблем всех курортных территорий – несанкционированная уличная торговля. На Пионерском проспекте Бичево-Носная торговля. Сегодня работа была направлена на то, чтобы не занимались места прохода граждан. То есть, чтобы были свободные тротуары, чтобы не было на них несанкционированной торговли, не заставлялись, не захламлялись посторонними предметами и вещами. Предприниматели увеличивают площадь торговли, товар выставляют на тротуар. Рекламируют вещи на газонах, вытаптывают траву и уничтожают делень. Услуги по рисованию временных тату тоже оказывают на тротуаре. На просьбу специалистов муниципального контроля показать документы художник тату ушла, оставив рабочее место со всем оборудованием. Нарушение на каждом шагу и единственная действенная мера борьбы с нарушителями – штрафы. Сначала возможно предупреждение, потом если физическое лицо, то штраф от 1000 рублей, и при повторном нарушении уже 2500. Если юридическое лицо или индивидуальное предприниматель, то соответственно штрафы выше. Специалисты муниципального контроля ежедневно проводят мониторинг курортной части города и в 10 сельских округах. С начала мая состояло 71 рейдовое мероприятие. Обследовано почти 1200 объектов. На нарушителей составили 321 протокол. 94 предпринимателя были предупреждены о выявленных нарушениях. Для остальных за неоднократные замечания и игнорирование требований городских властей наказанием стали штрафы. Их общая сумма с начала мая – 187 тысяч рублей. Трудовая неделя главы Анапы традиционно началась с приема граждан по личным вопросам. Сергей Сергеев выслушал предложение предпринимателей и ответил на вопросы жителей курорта. По каждому обращению будут даны подробные разъяснения. С вопросом об установке рекламного баннера на прием главы пришел предприниматель из станицы Анапской. Вреша Сипян занимается прокатом автомобилей, бизнес не стоит на месте. Но все-таки известного двигателя торговли не хватает. Со слов коммерсанта, все документы на предпринимательскую деятельность и установку конструкций у него есть. Сергей Сергеев подчеркнул, действовать здесь можно только в рамках закона, а значит заблаговременно готовить и подавать документы на рассмотрение комиссии. И если это было сделано, вопрос должен решиться. Мэр пообещал изучить обращение. Ольга Андрейченко озвучила перед главой тему улучшения жилищных условий. На учет как нуждающаяся Анапченко встала еще в 1996 году, но затем во время перерегистрации очереди не предоставила необходимые документы. Восстановить данные почти 20-летней давности можно только обратившись в суд. Настоящий бизнес-план освоения месторождения известняков предоставил главе Владимир Толстой. Серьезный по своей сути проект находится, что называется, в зачаточной стадии и требует тщательной проработки. Мэр Анапы порекомендовал Владимиру Толстому обратиться к своему заместителю Яне Дуплякиной за получением грамотной помощи. В свою очередь заявитель попросил Сергея Павловича посодействовать в решении вопроса прокладки технологической дороги в департаменте автомобильных дорог. Безопасность детских перевозок и услуг джиппинга проверили сотрудники рота ДПС. Операции провели в селе Суко. Подробности и итоги проверки в сюжете. Услуга джиппинг пользуется спросом у любителей экстремального отдыха. Если бы гости курорта и активно отдыхающие анапчане знали, насколько экстремальна эта услуга на самом деле, многие отказались бы от острых ощущений. Роль джипов, как правило, выполняют автомобили УАЗ и Нива, переоборудованные без согласования с сотрудниками ГИБДД. Часто предприниматели, предоставляющие услугу джиппинг, игнорируют госстандарты и переделывают автомобили самостоятельно. За такие нарушения предусмотрен административный штраф и требование об устранении неисправностей. В последующем при таком же нарушении наказание грозит арестом до 15 суток. Но штрафы и аресты явление временное и незначительное по сравнению с риском для жизни и здоровья туристов. Был остановлен водитель автомобиля УАЗ, который нарушил правила дронодвижения по статье 12.6 административного кодекса. Перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Что это произойдет? Предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Еще одно проблемное направление – детские перевозки. Перевозчики обязаны организовать безопасное передвижение автобусов с организованными группами детей. При проверке сотрудники ГИБДД и ДПС обращают особое внимание на путевые листы с отметками о прохождении предрейсового медосмотра водителями и техосмотра транспорта, использование ремней безопасности и соблюдение режима труда и отдыха. Правила просты, и именно их соблюдение может спасти жизнь. Инспекторы роты ДПС напоминают водителям и предпринимателям об ответственности за жизнь людей, которые воспользовались предоставленными им услугами. Винни-Пух и все-все-все жители поселились во дворе дома номер 2 по улице Горького. Лариса Басова расскажет подробности этого сказочного заселения. Когда во дворе пятиэтажки по улице Горького поставили гаражи длиной с четырехподъездный дом, местные сторожила огорчились. Но что это за пейзаж? Садишься на лавочку отдохнуть, а перед глазами стена. Замкнутое пространство настроение прямо, скажем, не прибавляет. Что же делать? Цена. Вот выходят мои бабушки и садятся на лавочке и говорят, Алексеевна, ну что это такое? Но я решила, что буду искать спонсора. Ну, пришлось обратиться к дорогу Сергею Михайловичу. Он тоже живет в нашем доме, и он директор сказки. И вот художник пришел и рисовал эту картину. 10 метров на 2,20. Мы хотим, чтобы весь город увидел. Дому номер 2 на улице Горького 23 года. Галина Денисова все эти годы бессменной домком. Ее первые надежные помощники – старшие по подъездам Надежда Морозова, Нина Родионова, Тамара Шамрай. Все ветераны труда, а напчанки, влюбленные в родной город, гордятся своим домом, который выходит фасадом на театральную площадь. Они зорко следят за чистотой и порядком во дворе и подъездах. Расписанную художником стену героями добрых советских мультиков они даже охраняют, чтобы хулиганы не дорисовали чего не нужно. Главное теперь – взгляд не упирается в глухую стену, а отдыхает. Жаркая борьба за победу. 12 июля на футбольном поле стадиона «Спартак» встретились команды «Анапа» и «Геленджикский Спартак». А напчане буквально вырвали победу, проигрывая на 80-й минуте со счетом 1-3. Гости забили первый гол после подачи с углового на ближнюю штангу. Итог первого тайма – 0-1. Но самое интересное ожидало зрителей за 15 минут до конца матча. Как и в кубковой игре, тренера напчан заменил игроков, использовав все замены, даже голкипера. Вместо Шаленко вышел Царцаев. Последние минуты игры прошли при огромном преимуществе напчан. Поднесмолкающие крики болельщиков, призывающих команду идти вперед. Марик Базаев и Хачим Макоев забили по голу. Еще один гол в добавленных 4-х минутах забил автор автогола Кулигин. И счет 1-3 сменился в 4-3 в пользу анапчан. Следующий матч в рамках высшей лиги чемпионата Краснодарского края по футболу состоится в воскресенье 20 июля в 19 часов на нашем стадионе против дублеров новороссийского «Черноморца». А в эту среду также на стадионе «Спартак» в рамках полуфинала за кубок губернатора городской футбольный клуб «Анапа» встретится с Вититевским Понтасом. Напомним, прошлая встреча команд завершилась со счетом 3-1. Приходите поддержать нашу команду. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 104. Во вторник, 15 июля, в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью до 25 градусов тепла. Ветер переменный юго-восточного и северо-западного направления. Скорость ветра 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48-300 и 48-333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова